Приветствую вас, любители Человека-паука. Мы продолжаем играть, это Amazing Spider-Man 2. Сейчас отправимся на заданнице. Посмотрим, что там интересного. Здорово! Человек-паук! Слушайте, люди радуются. Ну, одни, конечно, радуются, вторые начинают как-то говнить, но это нормально. Была даже дама, по-моему, эта, которая сказала... Обожаю Человека-паука! Обожаю Человека-паука! Серьезно, может тебе нравятся маячки или шапочка. Смотрите, она хлопает в ладошки и прыгает. Ну, не знаю. Наверное, это круто. То есть, она счастлива. Только... Ты полный придурок! Это я пробежал мимо... Мимо чего я пробежал, что я услышал такие лесные отзывы в свой адрес. Не знаю, не хочу выяснять. Движемся тогда, товарищи. На заданнице 400 метров. Интересно, на что жаловался Джона Джеймисон, пока не появился я? На дорожной пробке? Хрена себе там. Мне послышалось, или там реально была перестрелка? Тихо. Может, там реально гасится? Придется искать другой способ путешествовать. Хрена себе. Добраться до автобусной остановки. А где же эти суперкопы? Почему их до сих пор нет? Они бы могли реально помочь тут. Так, ну что, давайте смотреть, куда я могу добраться. То есть, можно, конечно, туда, но, мне кажется, не лучший вариант. Давай наверх. Так. Давай, противобойные патроны! Воу-воу-воу-воу-воу, родной, нет. Это какие-то вообще нигери, что ли. Какая-то банда. В кипаре, как все. Ну, несерьезно, ребята. Просто представь, что у тебя липкий, морючий зверь. Хе-хе-хе, кстати, да. Так, с этими мы расправились. Вау-воу-воу-воу-воу, господи. Кис-кис-кис-кис. Ну, мы паучка должны звать, а не кошку. Женщина-кошка, это он. Ой, про небойные патроны, твою мать. Реальная жопа. Так. Где этот хер? Бруно, кто... О, вот как надо, видите? Из пицца прекрасный. Давай-давай-давай-давай-давай. Надо наказать этих подлых ублюдков. Открываешь нам спину, человек. Обалдеть. А ты нормальный патрон. Обалденно. Плохой парень пришел. Чуть за жирный хер. Амахасала. Зажми, чтобы сделать сейсмический импульс. Лучший импульс, давай. О, хорошо. Точнее, это сейсмический импульс. Что-то прекрасно. Однажды я подрался с настоящим неудачником. Нифига себе. Нихрена себе он вам удохает, а. Все? Такой крутой, такой здоровый был, нет? Так. Еще какой-то фрик вылез. Но ты еще никакой. Опыта маловато. Побить твоих дружков мне опыта хватило. Я русский. Но я этим свиньям не друг. Мое имя Сергей Крэвинов. Меня все называют Крэвен-охотник. Я прочел записку. Хм. Только если верить Гуглу, ты из тех придурков, которые бегают в реалити-шоу голышом и едят жуков. Как ты поможешь мне? Со мной ты будешь охотником, а не сопляком, играющим в мужчину. Решишь согласиться, найдешь меня здесь. До скорой встречи. Крэвен, значит, хорошо, будем знать. Ха-ха-ха. Так. Паркер, почему ты не сделал фото пресс-конференции Фиска и Осборна? Простите, мистер Джеймисон, я был в школе. Знаете, у меня есть и своя жизнь. В мое время было так. Жизнь — это работа. Еще и пресс-карта зря пропала. Ужас-то какой. Доберитесь до логова Крэвена. Вообще-то я как раз собирался ею воспользоваться. Паучка заинтересовало его предложение, поэтому, в принципе, можно попробовать. Знаете, было бы здорово знать, что я веду этот бой не в одиночку. Так, давайте посмотрим, что там за пистолет у нас на карте. Что это такое? Захвати преступников и сними полицейское оцепление. И еще один, да? Помоги полицейским. Ну, давайте попробуем. Почему бы и нет? Интересно же. Так. Крэвен явно не знает, кто я на самом деле. Иначе он пришел. Тьфу, полетели, полетели. Хоть проветримся немножко. Я всегда работал один. Но ведь я никогда не пробовал делать это иначе. Если Крэвен научит меня быть следопытом, мне больше не нужно будет ловить переговоры полиции. Так, получается, наверху, да? Я уж подумал где-то... Я никогда не учился боевым искусством. Методы Крэвена могут пригодиться, если я утрачу свою силу. О, ТРБ, давай, перестрелочка. Прекрасно. Вот, оказывается, надо было на вертолет прицепиться. Ничего себе, как беконом потянуло! Так, что мы видим, друзья? Ситуация, на самом деле, очень плохая. Все это дело горит. Пахнет жареным. Победите всех бандитов. Так. Здравствуйте, господа. Че у вас там совсем все плохо? Ща посмотрим, че у вас там такое. О, вижу бандюганов. Кстати, можно попробовать очень хитрый способ. Можно аккуратненько вот так вот пройти. Обойти их с тылу и преподать ублюдкам урок. Вот это будет хорошо. Че вы там... Ой, их неудачно. Мы вышли, ладно. Ты совсем не стараешься. Ну, это совсем бандиты какие-то лалочки. Совсем идиоты. Нет, я пошутил, я пошутил! Там наверху двое аккуратно надо. С оружием тоже. Слишком уж докучают. Брательник, ты вроде как сгорел лечиться. Интересно, а за счет чего ты лечишься? Аптечек вроде как у нас нет. Нифига себе, что удовлетворяет. Ну, если тебе от этого легче, один раз ты чуть не попал. Так, смотри, что-то делает. Что-то перевязывает себе. Неплохо. Очень даже не дурно. Так, ребята, оказывается, действительно, мы с вами перевязались. Я думал, какая-то там тайная сила у него есть. Или еще что-то такого рода. Так, 3 из 12 вижу. Иди сюда. Получилось? Без фокусов, ну-ну. Жалко, что они не падают с крыши. Это было бы очень даже. Что гейнгст щит? Вот как мы его. Знаете, после такого, в принципе, в жизни нереально выжить. А вот и глюк. Автомат застрял в текстуре. Печаль беда. Однако-то. Так, здесь никого. Значит, на ту крышу, я думаю, да? Давайте попробуем. Полетели. Кто у нас тут есть? Ну, давай, так. А, и бесшумное устроение не получилось. Я думаю, что можно попробовать, кстати. Бесшумно это дело пройти. Но с мордобоем оно выглядит как-то более кинематографично. Даже интереснее смотреть, мне кажется. Разломали мы идиотов этих. Тихо. Новый уровень. Бонус к урону, героический бонус и скрытность. Замечательно. Но это не все. Это не все враги, которые надо... Которых надо уничтожить. Где-то еще есть. Что это за взаимодействие? А, я же теперь могу брать тяжелые предметы. Смотрите. Брать и вот таким вот образом бросать. Надо бы попробовать, кстати. Я что-то совсем забыл про это. Так, значит, здесь горело. А, скорее всего, там наверху давайте посмотрим. Что, никого нет? Просто удивительно. Так, на той крыше мы вроде как были. Давайте пролетаем. А, вон, да. Вижу, 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 вижу. Вижу прекрасно. Ну что? Паук, тихо. Да я понял, ты зря перелетел так сильно. Так, значит, где они были-то? А, вот они там. Я, собственно, чего хотел? Я попробовать хотел аккуратно. Как, в принципе, и в самом начале. Но вылезли мы не в удачном моменте таком. Так, давай. Сейчас прямо сзади подберемся. Слушайте, какой он раз. Привет. Блин, опять не получилось. Слушайте, конечно, трошак какой-то. Ты подкумарил меня уже. Так, вот в этого давай. Ты с автоматом. Ты наносишь больше урона, поэтому более опасен. Тот вообще как-то замандражировал. Нифига себе. Жалко, конечно, что когда мы их бьем, так не остается кровь. Игра рассчитана для детей, поэтому удивляться, в принципе, нечем. У него рейтинги как раз не позволяют, чтобы тут кровопролитие жесткое было. Это вам не аутласты, это не гиташка. Все. Всегда приятно вынести мусор. Согласен. Особенно, если он уже неделю лежит, гниет там. Такс. Жестокое противостояние между полицией и преступниками закончил Человек-паук. Мне кажется, надо пойти, наверное, переодеться, потому что, ну, как-то уже приелся, наверное, этот костюм. У нас героический бонус 3. И доберитесь до логова Крейвина. Это наша текущая задача. Давайте смотреть, где у нас улучшения, кстати, можно сделать. Я и забыл про них совсем. Так. Клин оружия. Благодаря тренировкам Человек-паук научился использовать притягивания, чтобы вырывать оружие из рук врага и намертво приклеивать его к земле. Чтобы они не могли потом схватить его и повторно начать по нам стрелять. Нам это не нужно. Полет пули. Что нам дает полет пули? А вставив в свою паутину полимерные звенья, Человек-паук теперь может лететь, как настоящая пуля. Нажмите ЛТ и РТ, затем А. Нет, не хочу пока. Скорость зарядки это не надо. Давайте еще смотреть, что у нас есть. 1700 зрения. Вот зрение, кстати, очень актуальная тема. Может сосредотачиваться и определять не только местоположение противников, но и их поле зрения. Очень полезно в скрытом режиме. Согласен. Согласен. Так, костюм. А листать это не то. Карта. Так, дружище, метро. Успей на поезд, чтобы вернуться домой. Давайте домой, а потом уже на заданец. Полетели. Срочная новость. Паутину нужно к чему-то приклеить. Согласен. Меня иногда этот вопрос действительно волновал. Иногда я мечтаю перебраться на Гавайи. Вот только там на паутине не полетают. Где же он действительно мог вот так вот прицепиться? Вот в том же парке на самом деле. А к деревьям, наверное, не факт, опять же, да? То есть нужна высотка. В любом случае нужно высокое здание, чтобы паук смог летать. Аккуратно, дерево! Господи. Такс. Вон, можно забрать страницу комикса. Давай. Прекрасно. Так, еще одна страница комикса. Да он, Олег, куда, куда, куда собрался? А, вот оно что. Видите, он сразу туда. Я думал, он страницу заберет. Кто-то кричит, паучок! Вернуться домой. Да, давай. Вернемся домой. У нас там, по-моему, надо еще в магазинчик комиксов зайти. То есть, на самом деле, много, куда можно зайти. Надо только время найти на это. Хочу переодеться. Может быть, какие-то костюмы еще есть? Давайте посмотрим. Заглянуть в шкаф. Что у нас с тобой тут есть? Этот костюм не ахти. Ну, давай стандартный костюм Человека-паука. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Какие-то танцы-шманцы. Давай. Прекрасно. Нам также пришли сообщения. То есть, я могу посмотреть. Вот пункт сообщения. Мы готовим репортаж об одном старомодном чудаке. Из тех, кого называют столпами общества и все такое. Магазин комиксов. Это мы знаем. Ну, в принципе, ничего интересного в сообщениях я тут не вижу. Все. Переиграть миссии? Нет, не хочу. Выйти из дома. Выходим из дома? Нет, вот так. Надо найти этого Крейвина. Вот эти ребята, конечно, действительно опасные. Действительно, ребятуши очень опасны. Я вроде нажал не переиграть задание. Надеюсь, что заново не буду это делать. Все. Норм. Так. Логово, значит. Где его там? Логово полетели. Паутина не зацепилась. Да нормально все. Че ты паришься? Там страница комикса была. Декс. Я помню, что нужно было выполнять какие-то задания. После них нам открывали очень привлекательные костюмы. Костюм Венома, я помню. Тоже был. Так, спокойно. Тебе нужны данные по Крейвину. И у тебя есть пресс-карта, чтобы их получить. Ха. Раз плюнуть. Если он поймет, что ты фотограф, а не репортер, ничего страшного. Он просто сделает из тебя чучело. Так. Получается вот. Смотрите, как живет неплохо, да? То есть называется логово. Но я не знаю. Я бы не назвал даже это логовом. Просто как красивая такая квартира. В элитном районе. Ну давай войдем. А, даже так. Я думал, через парадный уход это, видимо, не Камильфо уже входить, да? Или Камильфо? А, нет, нормально. Переоделись и можно уходить. День охотника у нас по-прежнему продолжается. Мистер Крэвинов, это я, Питер Паркер, из Дейли Бьюгл. Я вам только что звонил. Жизнь какая. Дверь была открыта. Что за амнезия, друзья? Такое впечатление, что мы реально играем с вами в амнезию. Нажмите РТ, чтобы бежать. О, какой опасный. О, можно бежать. Мистер Крэвинов? В машине для свиней, кстати, там тоже такая локация была. Ну, идентичная. То есть же так же было страшно. Ху-ху-ху. Какие зубища, а? Добрый вечер. Прости, не хотел пугать. Я Крэйвен. Извини за эффектный выход. Я просто хотел показать тебе, что я умею. Видео на ютюбе достаточно. Я видел, как вы голыми руками скручиваете амурского тигра. И ему ничего не было. Тигры в красной книге. Я убрал зверя для его же пользы. И пользы местных жителей. Настоящий охотник бережет дикую природу. В ней мы обретаем покой. Что-то не вижу я здесь дикой природы. Я искал чего-то нового. Я пришел сюда охотиться на чудовищ Аскорб. Мутантов. Опаснейших гибридов. Человека и зверя. Я покончил с ними. Но я полюбил ваш город. И он полюбил меня. Так что я остался. Только теперь вы охотитесь на людей. Нет. На бандитов. Только тем, кто причиняет зло ближнему, стоит бояться меня. Так, как насчет спецгруппы? Как к тебе относится полиция? Расскажи мне о последней своей охоте. Ну, давайте с самого начала. Создав эту спецгруппу, нам ясно дали понять. Никаких героев. Я им не верю. Им всем платит Фиск. Уверен, до тебя доходили слухи о его темных делишках. Еще бы. Все в курсе. Но доказательств нет. И полицию все устраивает. Потому что продажным он заплатил. Остальные боятся показаться непрофессионалами. Люди хотят, чтобы со всплеском преступности покончили. А мне нужно одно. Результат. Судя по моему опыту, исследований, полиция не очень любит героев-одиночек. У полиции был шанс остановить волну преступности. Но не вышло. Боюсь, лучше им об этом не напоминать. Я не хочу их оскорбить. Иметь возможность помочь и этого не сделать. Куда? Худшее преступление. Ты согласен? Да. Если честно, согласен. А правда, что человек самый опасный зверь? В каком-то смысле, да. Человек просто очень развитое животное. Эта вспышка преступности дает потрясающую возможность изучить его поведение. Методы разных группировок. И что вы выяснили? Бандиты очень похожи на зверей. У них есть свои охотничьи угодья, особые повадки. Часто они ходят стаями. Но есть и различия. Какие? Звери едят других, чтобы выжить. Жестокость присуща только людям. Все, в принципе. Все, что хотели, мы с вами узнали. Использовать свою силу вас заставляет долг? Да. Обладать такой силой и не применять ее, значит ее предать. Спасибо, я думаю, читателям это будет очень интересно. Ладно, ладно. Я должен ответить. Но вы не уходите, пожалуйста. Снимайте все, что хотите. Да? Нет, я сказал транквилизатор. Нет, мне автоматы не нужны. Они для тупиц. А я художник. Ух, как интересно-то. Сделайте три снимка интересных объектов. Интересно, что, по мнению Питера Паркера, может быть интересным объектом? Так. Вот это дело мы осмотреть череп слона давайте посмотрим. Отличный может получиться снимок. Согласен, давай сделаем. Но прежде надо забрать вот это дело. Как можно устоять? Так. Вот неплохой такой рекурс. Давай, вот. Как фоткать? А, РБ. Понял. То, что нужно. Прекрасно. Так, один готов. Мне кажется, что вот этот портрет тоже можно было бы зафотать. Нет? Дай посмотрим. Нет? Он будет бликовать? Да, согласен. Ни о чем. Так. Что еще бы такого тут было? А, вот это дело точно можно снять, наверное, да? Угу. Готово? Лучше и быть не могло. Согласен. Неплохо. И, кажется, там наверху что-то тоже интересненькое есть. Ну, пошли посмотрим. А, вот это можно с фоткой смотреть. Нет? Я бы зафотал. По-моему, очень прикольно. Какая змея, а? Обалдеть. Можно прям детально ее рассмотреть. Тут то же самое. Смотрите, кобра. Не знаю, очковая, не очковая, но... Можно все-таки было бы попробовать. Так, это мы сняли. Это мы сняли. Вот это надо забрать тоже. Это же наши все-таки... Сегодня мне везет. Очки опыта. Так. Отличный выйдет снимок, да? Вот он тут. Давай. Снимай. Во. Прекрасный снимок. Перекрасный. Простите, пришлось отвлечься. Хотите взглянуть на мои последние трофеи? Я думаю, отказывать в нашем случае нежелательно. Поэтому побежали. Посмотрим, что там за новые трофеи. Так, что это такое? Ничего интересного. Да, у него, конечно, хоромы здесь знатные. Вот это мы заберем. То, что нужно. Не могу понять, что там поют на русском, не на русском. Я не прислушиваюсь. Так что, вот как-то так. Нифига себе. Это гибриды. Они чудесны. Правда? Я думал, Человек-паук их выловил. Неудачное решение. Они сбежали. И вы убили их? Спасая жизнь их жертвам. Да. И защищая себя. Они были опасными противниками. Я знаю. В смысле, я понимаю. Когда вы осознаёте, что пора убивать? Когда нет выбора. Я не отнимаю жизнь просто так. Но если нет выхода, я не раздумываю. Если из-за моей нерешительности умрёт невинный, я себе этого не прощу. Понимаю, о чём вы. Каждый обладал суперсилой. Как вы с ними справились? Я достиг предела человеческих возможностей, тренируюсь и усвоил многие методы естественной защиты. Не допинг, как у этой уличной мрази. Тайны первобытных племён. Травы. Зелья. То, что забыто цивилизованным человеком. Охота на бандитов? Люди могут решить, что вы карнаж-киллер. Он не охотник, а быдло, дикарь. Сам факт его существования – оскорбление для нас. То есть, хотя он и ловит преступников, вы бы его отсюда убрали? Конечно. Он позорит моё дело. Охота без чести – это пустой звук. Всё, по сути, мы всё, что хотели, всё узнать. И не знаю, разрешить ли нам пофоткать, я бы, конечно, пару снимков сделал. И ещё вопрос. Есть ли что-то, чего вам не удалось достичь? Да. Прежде чем уйти, я бы хотел передать свой опыт. Найти и подготовить ученика. Вся моя семья – это брат, который выбрал иной путь. Сына у меня нет. Но... Простите. С возрастом я становлюсь нытиком. Вы узнали всё, что хотели, мистер Паркер? Да. Думаю, да. Так, ну что, выйти там мы выйдем, но я всё-таки предлагаю сделать пару снимков. Давайте начнём с Человека-Скорпиона. Ужас какой, какой ужас. Так. Прекрасно. Я смотрю, нам как бы по заданию не нужно это делать, но детально их рассмотреть вполне себе возможно. С какая шесть, а? Ужасы. Какое страшное чечло-то, а? Ху-ху-ху-ху-ху. О, пипки тоже нет. Печалька. Давай сделаем вот так. Замечательный снимок, слушай. Хрена себе, какая ящерица. Я не помню, чтобы Человек-Паук с ними дрался. Может, и дрался. Но я не все, к сожалению, помню эти мультики. Игуана. Угу. Поймана была 20 какого-то там апреля 2014 года. В этом году поймали, смотрите. Неплохо. Ладно, всё, можно покидать его хоромы. Тут можно выйти. Думаю, что нет. Так, ладно. Всё, ребят, побежали. Вот такая вот у нас интересная получилась серия, хочу сказать. А нас вроде ни в чём не заподозрили. А может и заподозрили, хрен его знает. Мне тоже всегда удивляло, неужели нельзя понять там по голосу или ещё как-то. Или костюм паука изменяет голос, и люди не могут его банально узнать. Так, всё. Выходим из логова Крейна. Крейвина, точнее. В логово Льва. Так, теперь надо, я так понимаю, эти фото опубликовать. Всё это как-то напечатать, эту статейку. Господи. Так, телефон. Уитни! Уитни, мне ревновать. Кто здесь? Так с дамами не говорят. Даже со мной. Фелиция? Я дал этот номер Уитни Чанг. Откуда ты его взяла? Я чёрная кошка. Кошка, для которой нет закрытых дверей. Кошка, которая берёт чужое. А как насчёт тебя, паук? Ты никогда не брал чужое? Слышал, ты опять в тюрьме. Если ты хочешь позлить меня рассказами про побег... Ты меня оскорбляешь. Я могу позлить тебя поинтереснее. Лучше бы тебе убраться из города, пока я тебя отсюда не убрал. Забавно. Я собиралась сказать тебе то же самое. Здесь становится опасно, паук. Почему бы нам не убрать друг друга из города? Нет времени с тобой развлекаться. В смысле, играть в твои игры. Пока, Фелиция. Так, выйти из дома. Это мы и успеем сделать. Давайте посмотрим, что у нас по прокачкам. Вот у нас наше улучшение. 2,750. Так, тут ничего. Острота 3000. 3000. 3000. Полёт пули. Ну, в принципе, остаётся прокачать полёт пули. Будем лететь как пуля. Пуля дырский. Давай попробуем. Мало ли что. Ну, а остальное уже подкопим. Всё, ребят, выходим. Посмотрим, что нам делать дальше. И на этом интересном моменте серию можно будет закончить. У нас по-прежнему пишется в логово льва. Хотя, вроде как, мы это дело уже прошли. Так, загрузочки довольно быстрые. Ждать долго не приходится. Давай, родная, вот. Поехали. Замечательно. Поговори с Крейвином. Только уже в облике Человека-паука. Ладно. Посмотрим, чему может научить меня Крейвин. Кроме ухода за усами. Посмотрим, ребят, но уже в следующий раз. Это The Maze Spider-Man 2. С вами был Брейн. Всего хорошего. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. Пока-пока.